Спустя определенное время после обострения Палестино-Израильского конфликта, хуситы, контролирующие северную часть Йемена, включая морское побережье, якобы объявили войну Израилю. Все это стали афишировать, будто Йемен объявил войну еврейскому государству. Однако после демонстративного запуска нескольких ракет, которые так и не дошли до Израиля, хуситы решили ограничиться атакой судов в Красном море. Но кроме того, что спровоцировали еще один крупный конфликт в регионе, они ничего не добились. Никакого военно-политического и экономического воздействия эти атаки на Израиль не оказали. При этом определенная часть мусульманской умы думает, что действия хуситов оказывают какое-то влияние на войну в Газе. В определенной степени этому способствуют некоторые происламские информационные ресурсы. Так что же за игру ведут хуситы? Благи люди задаются вопросом. Почему, дескать, хуситы, которые прямо поддержали палестинцев, не наносят ракетные удары по территории Израиля, а лишь наносят удары по различным коммерческим судам в небольшом горлышке пролива? И якобы это какая-то такая странная игра. В действительности хуситы якобы не хотят напрямую, лобовую сталкиваться с Израилем. Здесь, опять-таки, в самой постановке этого вопроса очень много наилового, потому что, как известно, от Йемена, то есть от той его части, которая контролирует движение Ансар-Аллах, до Израиля, почти за тысячу километров. Это первый аспект. Второй. В самом начале войны, как известно, они пытались эти удары наносить, но их и беспилотники, и ракетоносители были сбиты или же саудовскими системами противоракетной обороны, или египетскими, или же непосредственно израильскими. Все-таки надо понимать, что движение Ансар-Аллах и сам Йемен небогаты. То есть у них нет возможности производить в промышленных масштабах такие ракеты. Они все-таки не дешевые, как мы понимаем, более того, не требуют какого-то технологического процесса. То есть это занимает определенное время. Но при этом УСИТ избрали другую тактику. Они фактически парализовали международную торговлю, которая проходит по их территории, по Красному морю. А это более существенно, потому что, с одной стороны, под их ударами страдают только израильские и не сколько израильские суда, сколько американские и так далее. Но это определенная часть давления, которое они оказывают на мировое сообщество, которое пока, как мы видим, поддерживает Израиль. Но это тоже часть войны. Потому что война же имеет несколько приложений. Это экономическое, информационное, политическое, психологическое и какая угодно, торговое, в том числе и логистическое тоже. Поэтому УСИТ избрали такую тактику. Эта тактика отчасти себя оправдывает, потому что мировому сообществу невыгодно, словно говоря, поддерживать Израиль, коли он несет такие серьезные потери. У многих мусульман возникают вопросы. Кто такие хуситы? Каких вероубеждений они придерживаются? Кто за ними стоит и чего они добиваются? Мы попросили нашего постоянного эксперта разобраться во всех этих тонкостях. Хуситы — это движение, которое называется так в честь Аль-Хуси. Это фамилия основателя. И у меня даже главный духовный лидер это движение, Абдул-Малик Аль-Хуси. Они называются в честь этих основателей. Но они себя так не называют, конечно. Они себя называют Ансар-Уллах. Жама'ата Ансар-Уллах, движение Ансар-Уллах, движение помощники Аллаха. По Акида, по вероубеждению, это шииты заедите. Но они отличаются от шииты и имамиты, которые в Иране, тем, что они более умеренные. И у них главное, наверное, вероубеждение или главное отличие от всех остальных движений мусульманских, что они считают, что всегда можно бороться за власть вооруженным путем против правителя несправедливого. И правитель должен быть из Ашмии, а именно из потомков Аль-Хасан Иль-Хусейн, внуки пророка, саллаллаху ассалям. Заедите, находятся только в Йемене, в принципе. И они исторически более тысячи лет заправили Йемену, особенно на северную часть Йемена. И в последние годы, с 90-х годов, это движение возродилось снова. И был конфликт с местной властью. И когда была революция в Йемене, главная революция, на волне эта революция, они смогли захватить больше часть северного Йемена. Как вы знаете, сейчас гражданская война в Йемене, между Хуситом с одной стороны, которые создали свою республику, Йеменскую республику, и взяли даже столицу захватили. Но не признанное правительство, как и не кел, кроме Ирана. Иран их признает и поддерживает. Это их стратегический союзник. И также в Йемене сейчас, какой-то сейчас официальный правительство Йемен, который, глава президент, сам доходится в Саудовской Аравии. И есть южный Йемен. То есть Йемен сейчас разделен на несколько частей. Есть обвинения в адрес Хуситов, что они многих убили суннитов и сидят в тюрьмах у них десятки тысяч суннитов, которые не согласны с их властью. Поэтому какой-то конфликт есть. Конечно, они воевали в Саудовской Аравии, с Эмиратами. Ну, безуспешно Саудовской Аравии, Эмираты не смогли остановить их влияние и подписали с ним перемирие, которое до сих пор действует. Сейчас Хуситы участвуют как заявление. Они всегда заявляют о том, что Израиль — это их стратегический враг, и Америка — это их враг. Поэтому у них главный лозунг смерти Америки, смерти Израиля, смерти евреям или иудеям, слава мусульманам, слава Исламу. И мы видим, что с начала событий в секторе Газа они приняли активное участие. Несколько ракет, палестические ракеты стреляли в сторону Палестину. Некоторые из них дошли, большинство из них или израильтяне сбили, или арабские государства, как Саудовская Аравия и Египет, сами сбили ракеты, и емские ракеты. Также мы видим, что они практически остановили движение в бролью Бабельмандаб и таким образом повлияли на международные, скажем, морские торговые пути. И все это заявлено. Цель — это требует снять блокады против палестинцев. Палестинцы, естественно, это высоко ценят, и как в таких ситуациях обычно мусульмане не смотрят на различия по мазхабу или политические взгляды. То есть мы, например, мусульмане все поддерживаем Южную Африку, чтобы отдавали в суд. Вот в Израиле, хотя Южная Африка, это же не мусульманская страна. То же самое, раз усиди поддерживают Палестину, конечно, у них могут быть какие-то политические цели, может быть, но они всегда заявляют, что нет, мы только поддерживаем наших братьев. Может быть, они усиливают свое положение, заставят Саудовскую Аравию, Эмират с ней, признать их правительство. Но пусть будет, как бы с точки зрения политика, мусульмане понимают, что в какие-то этапы конфликта они могут найти союзник, даже с кем мы в обычное время конфликтуем. Поэтому зайдите, конечно, Баааакиды ближе к суннитам, чем имамиты, хотя некоторые обвинения, что они очень сильно ближе, стали близки последние 30 лет, ближе к имамитам, но тем не менее, мы видим, что они видят, что свои стратегические цели совпадают с стратегическими целями палестинцев и готовы поддержать их в освобождении земель. То, что радует палестинцев и приветствует, ну, в отличие от других арабских стран, которые не видят никакой выгоды в освобождении Палестин, наоборот, враждует, открыто или скрыто, и не помогает. Поэтому очевидно, что даже если есть акида, как это не отличается, или даже был конфликт в прошлом, все-таки в политике нету вечных врагов или вечных друзей, интересы. Наш интерес совпадает сейчас, и, конечно, большинство мы благодарны им за их смелость и за их участие в освобождении или снятии блокады с газа. Если у вас есть что добавить к анализу наших экспертов, вы можете поделиться этим в комментариях. А чтобы глубже понять происходящее вокруг вас событие, подпишитесь на канал и не забудьте включить уведомления. Вы также можете поддержать нас, став спонсорами, отправив от 100 и выше рублей. И самое главное – возносить дуазу благополучия нашего с вами проекта. Мира вам и благословения Всевышнего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok